Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы поговорим сразу о двух женщинах-блогерах, а именно о Лене Хэппи и об артисте Марине Ивановой. На первый взгляд, этих двух персонажей ничего не объединяет. Однако, если присмотреться внимательнее, мы поймем, что в принципе между двумя этими героинями есть точки соприкосновения. Во-первых, это Турция. Во-вторых, и у Марины, и у Лены на канале очень много внимания уделяется еде. Начнем давайте с Лены Хэппи, которая после нескольких дней отсутствия снова выпустила видео полнометражное. Видео это, как можно было и предполагать, посвящено походу в продуктовый магазин, куда Лена специально приехала за мороженым, специально приехала, чтобы поймать итальянское мороженое, заявила Лена Хэппи. У Лены есть любимый бренд, и она охотится за этим брендом. К сожалению, тех вкусовых добавок, за которыми Лена охотится, за которыми Лена гоняется, не оказалось именно от этого бренда. Лене нравится клубника, Лене нравится малина. Поэтому Лена, раскрыв морозильную камеру, доставала оттуда бочонки с мороженым, крутила их в руках, что-то там читала, но так не нашла ни малину, ни клубнику. Видимо, прямо перед приездом Лены по супермаркету, вихрем, прошлась орда таких же любителей сладкого, таких же гурманов, и все смела на своем пути, разобрала мороженое. От этого итальянского бренда Лена решила взять только бельгийский черный шоколад. Мороженое на основе бельгийского черного горького шоколада. Этот бочонок Лена положила в свою корзину, в свою тележку. Ну, а за фруктовым мороженым Лена пошла к стеллажам с другими брендами, выбрала там, что ей приглянулось, взяла два ведерка и в целом привезла домой три ведерка с мороженым. Я считаю, что это правильно, не нужно будет лишний раз туда-сюда ездить. Вообще, мы еще раз убедились, что у Лены все хорошо, Лена живет прекрасно, ни в чем себе не отказывает, ни в чем себя не ущемляет. Мне понравилось, как Лена рассматривала коробочки с чаем. Покрутив в руке ромашковый, по-моему, чай, Лена сказала, что, наверное, нужно взять, и цена подходящая, недорого, 8 баксов за коробочку ромашкового чая, представляете, плюс налог еще добавится. Я считаю, что это очень дорого, но, естественно, вы платите прежде всего за упаковку, потому что Лена рассматривала какие-то очень известные бренды с симпатичной упаковкой. В данном случае, конечно, придется платить за бренд. Ну и ничего. Лена любит жить красиво. Лена не смотрит на цены. Не для того она в Америку ехала, чтобы цены разглядывать. Нет. Ну, Лена, конечно, разглядывает цены, но интерпретирует их по-своему. 5 долларов за вилок цветной капусты, говорит Лена. Это дорого или нет? Пожалуй, возьму. А до этого Лена рассказывала нам на прямом, по-моему, эфире, что она никогда не смотрит на цены на бензин. Машину-то заправлять все равно нужно. Поэтому что там разглядывать эти цены? В одном месте немножко дороже, в другом месте немножко дешевле, но разница не такая уж огромная. Поэтому еду, говорит, в первое попавшееся место и заправляю машину. Наверное, так и надо жить. Но в основном также вот люди, которые знают, что они не пропадут, что у них все в порядке и у них все схвачено. Лена показала нам стеллажи с фруктами и овощами, медленно проводя по ним камерой и приговаривая, вот что нужно есть. Фрукты и овощи. Овощи и фрукты. Вот свекла. Вот ботва свеклы. А еще Лена покрутила в руках малиновый пирог, потом переключилась на малиновое варенье. В общем, короче говоря, Лена потратила 40 долларов на все про все. По крайней мере, по ее собственным словам она нам не показывала чек. Приехала домой, сразу же распробовала мороженое перед тем, как положить его в морозилку. В общем, у Лены все хорошо, у Лены все нормально. Лена жива-здорова. Лена снова вышла на общение со своим зрителем. Лена передала пламенный привет своим поклонницам, почитательницам своего таланта, тыкая в камеру розами с самыми красивыми розами Америки. Таких красивых роз она за все свои 8 лет проживания в США еще не видела. Только вот незадача никакого у них запаха. Как пластилиновые. А вот если бы они еще и хорошо пахли, то им бы вообще не было цены. Это вот то, что касается Лены Хэппи. Главное, что она снова всплыла и теперь будет радовать нас видео о походах в магазин. А мы с вами плавно переходим к нашей следующей героине, к артисту Марине Ивановой, на канале у которой продолжается цирк с конями. В одном из последних видео Марина снова куда-то бежит, но в этот раз в компании Карлу. Оба они куда-то бегут, как умалишенные по улицам Пизы, по центру города Пиза, как выяснилось в поисках точки общепита. Оба они голодные, как волки, забегают то в один ресторанчик, то в другой, начинают судорожно читать меню, потом снова выбегают, забегают в следующий, тоже читают меню. Марина орет, что после двух в Пизе вообще невозможно найти еду, невозможно по-человечески поесть. Открыты только одни шашлычные, один кебаб да шаурма. Складывалось такое впечатление, что ни Марина, ни Карлу никогда раньше не были в Пизе. Первый раз попали в этот город и вообще не имеют представления, где искать эту еду, куда бежать, где находятся точки общепита. Карла завернул и пошел по направлению к какой-то пиццерии. Марина стала орать, что пиццу она есть не будет, пиццу ей не предлагать, только не пиццу. Короче, в итоге Марина с Карла уселись в каком-то пустом ресторанчике, где они перекусили гамбургером и картошкой фри, ну, с соусами. Марина осталась довольная, и Марина стала уламывать своего Карла на босоножки. Марине приглянулись какие-то там босоножки, ей нужно было 100 евро. Карла вроде бы согласился, но при условии, что Марина отдрает ему его дом в горах, там, где куры, там, где собаки. В общем, повез он Марину в свою избушку. Марина зашла в дом, окинула взглядом пространство и подумала, да нахрена мне все это надо. В доме был такой срач, что даже Марина решила с этим не связываться. Это того не стоит. Нафиг мне это надо, подумала Марина. Я лучше эти 100 евро сама как-нибудь заработаю. Нафига мне отдраивать это дерьмо? Ну, насколько ужасен был дом Карла мы можем только догадываться. Нам в деталях не показывали, но мы можем догадаться по внешнему виду самого Карла. Карла похож на бомжа. Он полностью запустил себя. Складывалось такое впечатление, что он выпался из-под какой-то подворотни. Не мытый, не бритый, не чесанный, потный. А эти жирные, засаленные волосы, по которым давно плачет парикмахер. И вообще складывалось такое впечатление, что уже несколько месяцев мыло не касалось тела этого Карла, который превращается в какого-то неандертальца. Короче, именно этот герой-любовник предложил нашей воздушной, прозрачной, легкой, крылатой Марине Ивановой отдраить его засранную квартиру за 100 евро. Марина отказалась. Все-таки какие-то крупицы гордости в ней еще остались. Она говорит, я бы смогла. Ну, Марина любит вообще чистить, блестить, убираться. Ее хлебом не корми. И она говорит, я бы смогла, но если я начну, я буду выгребать из каждого угла. Марина не может делать поверхностную уборку. Даже когда, находясь в Турции, она подрабатывала в клининге, да, находясь в Турции, нужно же было как-то содержать себя, как-то спонсировать свою поездку. Она там убиралась в турецких семьях. И ее очень хвалили, приговаривая, что так хорошо, так основательно у них раньше никто никогда не убирал квартиру. Поэтому Марина действительно чистюля. Она все делает на совесть. Но за 100 евро не хотелось ей выгребать дерьмо Карла. А ведь она, наверное, с ним еще спит. Боже мой, я как представлю, но правда у него сейчас какая-то другая девушка, мулаточка, но он готов ее бросить ради Марины. Скажи, Марина, ему лишь слово. Скажи, Марина, ему да. Он всех бросит и снова примчится к Марине. Но я так понимаю, что Марине это не нужно. Хотя после всего увиденного подписчицы стали Марину журить, стали ее ругать за то, что она себя не ценит. И вообще я обратил внимание, что в комментариях Марину почему-то сейчас все гонят в Соединенные Штаты Америки. Я так понимаю, что у нее сейчас там живут какие-то родственники, которые оказались в Соединенных Штатах. И ее все гонят в Штаты. Но не просто так. А ей рекомендуют начать искать мужчину состоятельного, твердо стоящего на ногах американца. Бытует такое мнение, что американские женихи, они все твердо стоят на ногах, что они сразу расхватывают наших женщин и устраивают им шикарную жизнь. Марина отнекивается. Марина говорит, что, во-первых, на этих сайтах знакомств, скорее всего, она познакомится с мужчиной старше себя. А ей это вообще не подходит. Она ищет мужчину помоложе, чтобы была энергетика. Она увидела у одной какой-то блогерши, муж на 18 лет ее моложе, но он такой успешный. Он ее содержит. Он все для нее делает и еще дает этой блогерши свободу. Вести себя так, как она хочет, делать то, что она хочет. И в этом ключевое слово. Марине нужна свобода. Я тоже против того, чтобы Марина искала какого-нибудь зажиточного провинциального америкашку из какого-нибудь пригорода. Она тут стухнет. Марине такой вариант вообще не подходит. Она не сможет быть домохозяйкой. Она артист. Она заявляет об этом громко. Со своего канала. Марина мечтает о Сан Рэма. Марина мечтает о конкурсе красоты. Марине нужны просто жизненно необходимы софиты. Театральные подмостки. Сцена. Стринги в стразах, в конце концов. Ну и перья. Марина не может без этого жить. Ведь Марину спросили о том, кем бы она была, если бы она не стала артисткой. Марина сказала, что она не представляет себя кем-либо другим. Она не сможет быть домохозяйкой. Ей нужен мужчина, который давал бы ей свободу заниматься своей артистической деятельностью. Своим искусством. А где она найдет такого зажиточного американца из какой-нибудь техасской деревни? Куда он ее повезет выступать? Если говорить о том, что Марина Иванова покорит Соединенные Штаты Америки, то в принципе ей нужно быть либо в Лас-Вегасе, где она будет плясать в перьях, либо ехать уж сразу тогда в Лос-Анджелес, в Голливуд, покорять Голливуд, либо Нью-Йорк, чтобы на Бродвее блистать. Ну, это мы говорим о каких-то грандиозных планах. И в таких местах Марине, естественно, придется конкурировать с местными красотками, бороться за свое место на Олимпии. Ну, а более реалистичный, наверное, был бы план так это попытаться воткнуться в русскоязычные какие-нибудь кабаре, петь в русскоязычном ресторане на Брайтоне. Многие наши ныне известные певицы прошли через это. Но они, правда, приезжали в Америку тогда еще в молодом возрасте. Такой вариант тоже возможен. Но, если честно, я очень сомневаюсь в том, что Марине удастся совместить удачное замужество с прочно стоящим на ногах солидным мужчиной из Америки и карьеру артистки. Я в это не очень верю. В Америку, мне кажется, нужно ехать, если ты приземленная натура. Это неплохо. Никого не хочу обидеть. Ну, например, та же Лора Юэссей, та же Люба Рид. То есть вот люди, которые овладели профессией, которые работают, которые зарабатывают и не витают там в облаках и не мечтают о славе Мадонны, например. Они не приехали покорять Голливуд, они не приехали покорять Бродвей, они приехали пахать, зарабатывать, устраивать в себе комфортную жизнь. И это неплохо. Но нужно иметь определенный психотип. У Марины другой психотип. Она сидит в своей квартирке, сейчас я об этой квартирке еще скажу, в Пизе и вспоминает, как она начинала свою карьеру. И больше всего она жалеет о том, что не попробовала поступить в Щукинское училище. Прошли годы, а Марина все еще живет тем прошлым, когда у нее были возможности. Понимаете? Кроме того, она вспомнила, что она встречалась со Светланой Светличной, потому что мама ее жила рядом с мамой Светланы Светличной. И как-то они там пересеклись, и Светлана Светличная уговаривала маму Марины отправить ее куда-нибудь учиться, не трястись над ней. Пусть девочка пробивается, пусть девочка старается. В общем, короче говоря, Марина живет в своем миру. Она мечтает о славе, она хочет еще успеть запрыгнуть в последний вагон и сказать свое последнее слово на подмостках театральных. Понимаете? Не нужно Марину отговаривать. Она проклянет этого своего американского мужа, если найдет когда-нибудь такого, из-за того, что он не позволяет ей блистать, пробиваться, продираться к этой славе. Понимаете? И, кстати, вот говоря о квартире, Марину ведь держит еще и квартира. У нее прекрасное социальное жилье в Пизе. Это социальное жилье она в свое время получила как мать-одиночка. Мать двух девочек, гражданок Италии, сейчас так легко социальное жилье не получишь. Допустим, она оставит эту квартиру, уедет в Америку. Там у нее не сложится, ей придется вернуться. Куда она вернется? Так просто, ей уже социальное жилье никто не выдаст. А социальное жилье в приличном районе, в приличном городе – это великое благо на старости лет. Понимаете? Вы живете дешево, у вас маленькая квартплата, у вас вечные какие-то льготы. Это, знаете, тоже подарок судьбы. Об этом тоже нужно побеспокоиться. Так что даже если Марина поедет осваивать какие-то новые берега, будь то Америка или Турецкий берег, конечно, она должна держаться за эту квартиру, не оставлять ее. Ну, в принципе, Марина сама все понимает. И она, как мне кажется, тоже думает в этом направлении. То есть можно, конечно, где-то путешествовать, потому что она все-таки хочет для себя наконец-таки пожить. Марина не раз повторила, что ей тяжело далось воспитание девочек, она нуждалась, ей было очень сложно финансово, и теперь она хочет наконец-таки пожить для себя. Да какая там любовь с этим бароном? Нет там никакой любви, просто новизна, экзотика. Любви никакой нет, потому что, говорит, мы же не можем общаться, мы смотрим друг на друга и улыбаемся. Вот человек честно сказал, не то, что там это Лена Хэппи рассказывает нам о том, как она с Селимом ведет интеллектуальные беседы, как он рассказывает ей про историю Турции, как они что-то там обсуждают, какое-то будущее. Нет, вот Марина сказала, как они все это обсуждают. Никак, потому что языка нет общего, ни тот ни слова не понимает по-итальянски, ни это по-турецки. Вот они и сидят друг на друга смотрят. Такая любовь. Опять Марину в чате долбали этой пенсией, Марина опять огрызалась, говорила, что пенсия это не про нее. Какая пенсия? Она выйдет замуж за молодого парня, который будет ее стимулировать, она будет звездой, она будет выступать и все у них будет нормально. Хватит Марине говорить о какой-то там пенсии. Ну, Марина опять упомянула, что она в глубоком долгу перед бабушкой и ее самая большая мечта, то есть миссия в этой жизни, пока не поздно, поднять могилу бабушки. Бабушка похоронена в России, она туда въехать пока не может, но все-таки надеется, что когда-нибудь она въедет и поучаствует в том, чтобы привести могилу бабушки в порядок. По-моему, это очень даже благородное такое желание, благородная миссия. На этой ноте, к сожалению, вот видите, начали за здравие, кончили за упокой. Я, наверное, все-таки поставлю точку в своем обзоре. Если у вас есть какие-то замечания, дополнения, пожалуйста, пишите. Я всегда с превеликим удовольствием читаю все, что вы пишете. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя. Ну и, естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.